22 декабря в самый темный день в году в России отмечают День энергетика. С праздником принято поздравлять всех работников энергетической промышленности, занимающихся выработкой передачи и сбытом электрической и тепловой энергии. О работе Сергея Никитсина, старшего электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования морского торгового порта, расскажем в нашем материале. Рабочий день Сергея Никитсина, старшего электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования морского порта начинается с технического осмотра. Его основная задача – обеспечение бесперебойного и аварийного снабжения порта энергией. Самое главное правило – голову включать, в первую очередь. Обдумать и всё. Проверить всё. Ну, условно так. Сейчас навигация закончилась в морском порту затишье до весны. Но проверять оборудование всё равно необходимо, чтобы потом не было сбоев. И портовые краны, суда получали бесперебойную электрическую энергию. Таких колонок 24 штуки по всему порту. Кобеля подходят снизу, а питание идёт сверху. Ну, потребители, краны или любое другое оборудование, самое отсюда, запитываются. Вот, трехлазы, ноль, там, всё. И распределение пошло сам по причалам. Здесь конкретно четвёртый причал, это колонка номер один, там дальше колонка два. И так шесть штук вдоль причальной линии. Весной перед наводнением часть колонок приходится демонтировать, потому что причал построен на разных уровнях. Иногда вода поднимается до критической отметки и заходит в порт. Электричество всегда опасно, потому что он не виден. Электричество не видно, но дело всё в том, что раньше порт само столько перегрузил. Ну, грузовых работ много шло. Детский садик, детские, ясли, 43 жилых фонда, само дома жилого фонда. Всё это обслуживали. Ну и, во-первых, грузов много шло так, что подводить порт уже никогда за столько времени. По нашей вине порт никогда не простаивал. Всегда всё работало, чётко, станция, всё. 46 лет назад, в 1975 году, совсем молодым парнишкой, только после техникума, наш герой устроился на работу в морской порт. Тогда, в самом начале трудового пути, работа в порту кипела. Особого внимания требовала эксплуатация оборудования. После 10-летнего срока уже запчастями не снабжали. Мне пришло ещё 28 ремонтов провести без запчастей, без ничего. Но как это всё? Выдержал. Вот до седьмого года станция работала, а в связи с удорожением топлива перешли на городскую энергию. Ну, дешевле всё-таки. И несмотря на все трудности и опасности в работе энергетика, критических ситуаций в практике Сергея Никитина никогда не было. Всё и всегда было под контролем, не считая маленьких казусов. Дизель в разнос один пошёл, грузовые работы шли. Ну, вот неуправляемая реакция, он уже всё практически сам. Выключить успел, второй запустил сам. Ну, там короткое пошло по причалам где-то. Ну, бывает такая ситуация. Ну, и всё, перешли тут тогда где-то. Электрик побежал у меня по колонкам смотреть, где что, коротнуло. Ну, тут, ну, у нас вышли и положили быстро. Один остановили, второй запустили, всё проверили и дальше. В работу, так что диспетчер пришёл, у нас всё нормально. И перефразируя известное выражение, скажем так, если в порту зажигаются огни, значит, кому-то это нужно. Указом президента России Сергей Никитин удостоен звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».